Всем привет! Это Cardiff и рубрика «Уникальный опыт», в которой я рассматриваю уникальные предметы в Passive Exile и даю оценку того, где и как эти предметы можно использовать. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что новые игроки, приходя в поэ, находят какой-то уник и с восторгом спрашивают стоимость в чате или идут на торговую площадку в предвкушении прибыли, а на практике оказывается, что предмет стоит половинку сферы алхимии. В итоге разочарование и непонимание того, как оценить стоимость предмета правильно. Дело в том, что в отличие от многих других игр подобного жанра в Passive Exile уникальные предметы не всегда являются лучшими, чаще всего намного эффективнее использовать хорошо скрафченные редкие предметы с модами влияний. Уники в поэ выполняют различные функции, я бы разделил их на несколько категорий. Первое – редкие дорогие уникальные предметы, которые всегда высоко ценятся, яркие примеры, мягкое касание азенат, перчатки, а также мех фарул. Также можно выделить нишевые уникальные предметы, очень полезные и ценящиеся в некоторых билдах, но при этом стоящие достаточно дешево. Пример – это амулет благочестия Вола или щит твердыни Тукахамы. Также можно выделить в категории уникальные предметы, использующиеся для прокачивания новых персонажей, крайне полезные для быстрого левелинга, но при этом ненужные в ингейме. Например, всем известная Табула или Золотой Колпак. Ну и также есть и абсолютно бесполезные предметы, которые либо изначально не представляли собой ничего оригинального, либо просто устарели в процессе развития игры. При оценке уникальных предметов с целью продажи стоит учитывать несколько вещей. Стоимость тех или иных уникальных предметов очень сильно зависит от меты, то есть от модных на тот или иной момент времени билдов. Предметы могут резко вырасти в цене или резко падать по сравнению с предыдущим патчем. Также стоимость некоторых уников очень сильно зависит от ролла, то есть выпавшего значения в диапазоне свойств. Обычно уникальные предметы с максимальными роллами стоят во много раз больше, так как всегда найдется игрок-перфекционист, который захочет купить самое лучшее за любые средства. Стоимость предметов можно оценивать с помощью различных программ, самая известная из них на текущий момент это Awakened Poet Raid. Если вы очень активно торгуете, наверняка стоит использовать. Мы же с вами в этой рубрике будем говорить о средней полезности предмета по 10-бальной шкале по трем критериям. Торговля, билды и левелинг. Помните, что тут я высказываю свое мнение и конечно же далеко не всеми билдами я играл и наверняка не все механики мне известны. Поэтому если у вас есть чем дополнить описание того или иного предмета, оставляйте информацию в комментариях. Начнем мы со списка уникальных жезлов. Первый на очереди у нас жезл Живой Побег. Просто прекрасный предмет для прокачки любого кастера. Одевается с первого уровня и используется ровно до того момента, как вы почувствуете, что урон уже недостаточно высокий. Иногда с ним проходит половину, а то и более сюжетки. В остальных сценариях использования он бесполезен. Падает часто, также на него есть гадальная карточка Отшельник, но скорее всего вы раньше выбьете сам Живой Побег, чем полный сет этих карточек. Рокобирата. В целом бестолковый жезл, доступный с шестого уровня, в плане полезности уступает тому же Живому Побегу, смело можно продавать торговцу. Аналогичная ситуация с жезлом Призывающий Пепел. Единственное его полезное применение, возможно, если вы сразу с тех же первых уровней качаете билд с полным упором на поджоги, тогда на 18 уровне можно одеть этот жезл, так как на предмете будет самый высокий доступный на тот момент множитель постепенного урона огнем. Нистовые духи срабатывают при убийстве с довольно низким шансом, противников на сюжете не сказать, чтобы очень много по плотности, а на боссах этот эффект вообще бесполезен. Штормовая тюрьма уже чуть более интересный жезл, так как дает плюс один к максимуму зарядов энергии, предметов с таким свойством не так много в игре, иногда его используют стакеры зарядов энергии, те же оккультисты или убийцы, до получения более дорогого жезла Накопитель Пустоты. Как вариант, вы можете осквернять все найденные жезлы Штормовая тюрьма, в некоторых случаях это даст дополнительные интересные собственные свойства, с учетом которых жезл будет уже что-то стоить. И вот он великий и ужасный Накопитель Пустоты. Жезл, который всегда ценился игроками, его очень часто используют в билдах с набором зарядов энергии, так как при большом их количестве прибавки урона очень серьезные. Дает плюс один заряд энергии, можно использовать сразу два жезла в каждой руке. Стоит очень хороших денег, особенно на старте лиги, спрос на него практически не меняется от меты. В Шантице и Жезл Пророчества каких-то отдельных гадальных карт на него нет, при этом стоит сказать, что существует гадальная карта Предатель, дающая вам случайный уникальный жезл со сквернением. Так что испытать свою удачу вы так или иначе можете, падает эта карточка на картах Бастиона или Прогулочного парка. Следующий жезл также можно попробовать пойматься с помощью этой гадальной карты, хотя у него есть своя собственная. Это Перо Поэта, уникальный жезл, крайне высоко ценящийся у игроков, но цена его может очень сильно зависеть от баланса и текущей меты. Позволяет автоматически применять чары при атаке, ранее комбинировался с чароплетом, сейчас все стало немного труднее из-за затрат по мане. В общем и целом, этот жезл точно активно продолжает использоваться и стоит каких-то денег, собирается помимо прочего с помощью гадальной карты Капли Чернил на картах Музея, Скриптория и Академии. Держень Реверберации очень часто падает и не представляет из себя ничего особенного, иногда его используют на прокачке в билдах, где уместен Камень Эхо Магии. Он может быть улучшен с помощью пророчества Возросшая Мощь в уникальный жезл Пруд Увеличения, который уже достаточно неплохо выглядит на картах. Пруд Увеличения имеет три встроенных камня и является собой очень бюджетную версию шестеренка для билда Заклинателя. Бывает крайне полезен на старте лиги и даже иногда стоит пару десятков сфер хаоса. Твизел является абсолютно посредственным жезлом, единственное применение которого в игре это прокачка персонажа на атакующих умениях жезлов с 30 по 60 уровень, чаще всего игроки вообще его игнорируют. В игре также есть реплика Твизела, уникальный предмет, который может быть получен в краже. Фишкой этой реплики является то, что все ваши атаки в любом линке и в любом триггере выпускают дополнительный снаряд. А также у жезла очень высокий шанс критического удара атаками. В теории дает возможность настакать урон каким-то отдельным способом и потом дико им критовать, выпуская дополнительные снаряды. На практике может что-то стоить, разве что с максимальным роллом крита. Узе Тул, жезл, который падает с босса разлома Тула, не стоит абсолютным счетом ничего из-за общей доступности самого босса. Благодаря благословению Тула вы можете получить усиленную версию жезла под названием «Падение Тул», который выглядит достаточно симпатично при зачистке карт благодаря ротации зарядов энергии и зарядов ярости. Но на боссах заставляет решать целую головоломку с тем, как эти заряды набирать. Выглядит неплохо в билде Ярофанта с четырьмя постоянными зарядами энергии и лимитом этих зарядов пять. То есть, когда вы получать будете всего один заряд сверху, вы будете достигать максимума и получать автоматом заряд ярости. В общем, тут что-то придумать точно можно, но сам жезл, опять же, ничего не стоит из-за общей доступности босса разлома. Но это еще не все. У падения Тул есть реплика, которая отличается большей скоростью сотворения чар и немного большим уроном за заряд ярости. При этом он наносит игроку 500 урона холодом за тот самый заряд. Также заставляет поломать голову над тем, как это использовать. При максимальных роллах свойств может стоить пару десятков хаосов. Полуночная сделка, один из немногих жезлов для некромантов. Дает плюс один к призракам, скелетам и зомби, при этом резервирует 30% здоровья персонажа. Два таких жезла дадут вам по два приспешника каждого типа, но зарезервирует уже 60% здоровья. Может быть использовано в билдах спектроводов на энергетическом щите. В таком случае вам нужно будет получать защиту от хаоса в виде нагрудных доспехов, наряд шаврон, лорика солярис или же как я когда-то в билде на туронгах с помощью флакона сверкающий эликсир. Как собственно написано в свойствах, с полным иммунитетом к хаосу не работает, может стоить денег при максимальном роли характеристик. Обращайте на это внимание, в теории может быть получен с карточки Лич в Соло Лиге, карточка падает на карте гробницы с босса Кадавра. Копия полуночной сделки тоже резервирует здоровье, но дает увеличение максимума фантомов и неистовых духов. Стоит дешево, так как лимит неистовых духов чаще всего не так важен, а в случае с фантомами игроки видимо еще не раскусили всю их мощь. Жезл Реликвия Соглашения падал очень часто в Лиге Ультиматум и ничего не стоил, но Ультиматум временно убрали из игры и Жезл теперь вообще недоступен. На стандарте стоит каких-то денег сейчас достаточно высоких, с ним там придумывают очень веселые билды на умение причастия к кровью. Жезл Тень Солярис очень редко падает и чаще всего используется для сборки уникального посоха Сумеречный Рассвет, который уже стоит достаточно много, а в некоторых лигах неприлично много. Предмет интересный и точно найдет свое место либо в вашем билде, либо на трейде. Еще один Жезл Солярис под названием Затмение Солярис сам по себе ничем не примечателен, но его можно усилить с помощью пророчества Слепящий Свет до Жезла Солнечная Корона. Этот Жезл очень крутой по двум причинам. Во-первых, он дает вам ауру ослепления, она ослепляет всех врагов в радиусе, снижая их меткость. Это часто используется одним из персонажей при игре в группе, чтобы дать выживаемость сопартийцам. Во-вторых, у самого Жезла очень много добавленного урона огнем по ослепленным противникам, что в принципе позволяет использовать его как основное оружие. Может стоить очень много при максимальных роллах или хорошем осквернении. Уникальный Жезл Тоска Луны также позволяет ослеплять противников, но применение в игре у него совсем другое. Чаще всего его одевают персонажи на атакующих умениях Жезлов при выходе на карты и используют ровно до того момента, пока не удастся найти редкий Жезл с лучшими характеристиками. Падает очень часто, ничего не стоит. Также часто в игре вы можете встретить Жезл изничтожения, но он более интересный, так как дает вам шанс взорвать трупы противников. Это ускоряет зачистку и ликвидирует посмертные эффекты у мобов, такие как колючки у ежей. Чаще всего ничего сам по себе не стоит, но обращайте внимание на роллы и его характеристик. При значениях близких к максимальным можно очень хорошо продать. Карточка на этот Жезл встречается в Азуритовой Шахте и часто прокает с колоды карт. По похожей схеме можно продать Бешенство Апепа, уникальный Жезл, добавляющий очень много урона хаосом вашим чарам и увеличивающий урон от яда. Смотрите на ролл, при высоком можно выставить на трейд, используется в нишевых билдах на отравление чарами, достаточно сильный предмет. Уникальный Жезл Бдения Рыбака не наносит никакого физического урона, ранее часто использовался в билдах с настакиванием большого количества элементарного дэмэджа, но это все было актуально в мете атакующих умений Жезлов давным-давно. В настоящий момент ничего не стоит при любых роллах, хотя сам по себе предмет небезнадежный и с ним что-то можно собрать. Звездный Блеск, он же Шимирон, последний на сегодня уникальный предмет в списке, падает с древнего, наносит очень много урона при наборе большого количества зарядов энергии, при этом наносит урон также и игроку. Когда-то идеально работал с тотемами, минами и ловушками, так как урон вместо игрока получали они, но впоследствии был понерфлен, и теперь вам нужно уже задумываться о том, как самому не умереть, потому что теперь урон получает всегда сам игрок. В начале лиги стоит неплохих денег, но после того, как общая масса игроков ставит древнего на фарм, стоимость этого предмета стремится к паре сфер хаоса. На этом сегодня все, это было первое видео из цикла «Уникальный опыт», в котором мы будем говорить об уникальных предметах PassiveXL, оставляйте в комментариях дополнительную информацию по уникам, а может быть и идеи для билдов. Спасибо за просмотр, с вами был Кардив, увидимся на трансляциях, пока!